Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Буквально кратенько несколько аятов. Они известны, но это известное должно в том числе становиться тем, что применяемо и практикуемо на деле. Суратуль Ма'ида, второй аят. В оригинале. Помогайте друг другу в бирре ва-та-ква. Бирр – это все формы благого. Вообще берет все формы. То есть во всем хорошем. Ва-та-ква. И в набожности. И не помогайте друг другу в грехе и во вражде. Ва-та-кулла. Бойтесь. Испытывайте трепет пред Всевышним. И еще два аята. Это сура Аль-Имран 133-й и 134-й аят. Кратенько перевод. Поспешайте. Спешите к божественному прощению. А также к райской обители, которая необычайно широка, просторна. Она уготована для людей набожных. А люди набожные – это те, которые умеют тратить как тогда, когда у них все хорошо, так и тогда, когда у них плохо. То есть люди щедры на слово, на доброе дело, на добрый поступок в любых ситуациях. Сарра, дара, радость, горе, неважно. То есть человек старается в чем-то хорошем участвовать. Одно из качеств набожных, коим уготована райская обитель. В данном аяте упомянута проглатывающие обиду. Неважно, жена что-то не то сказала мужу. Муж не то сказал жене. Подчиненно сказал руководителю. Руководитель подчиненному. Партнеры между собой. Просто люди. Просто в автобусе, в метро, на дороге, где угодно. Вы столкнулись с чем-то, что вызвало у вас не лучшие чувства, ощущения. Прямо может спровоцировать конфликт, какие-то разбирательства. Набожный человек, он это проглотит. Он сдержит гнев. Раздражение, ярость. Те самые набожные, которые в итоге окажутся в райской обители. Легкачество. Делают хорошее и в трудные периоды, и в легкие, и радостные периоды. Умеют сдержать гнев. Проглотить, сдержать раздражение и ярость. И прощают людям. Но если всеми уровнями наших ощущений, впечатлений, отношений, если научиться прощать, это вообще супер. Спать будете, как младенец. Ни о чем плохом не вспоминая. Одно из качеств людей, которые окажутся в райской обители, они умеют прощать. Людей вообще. И вот после перечисления этих качеств подчеркивается. Аллах, Бог Господь, любит тех, которые поступают. Ну, мухсин поступают благородно. Мухсин переводится, как делают то или иное наилучшим образом. И в данном случае. Это комментарий. Здесь просто говорится о том, что уметь проглотить обиду, ярость, злость. Не проявить. Уметь прощать. Это качество набожных людей, которые перечисляются Всевышним. И для которых уготована райская обитель. Сподвижники пророка. Они спешили также быть между собой из числа тех, в ком есть эти качества. Прощать. Проявлять терпимость и снисходительность между собой. Это он говорит в контексте того, что... Ну, это как раз вот та книга, из которой я вам тоже процитировал в Азии. Ихтиляфат аль-фикхи. Богословские разногласия современных течений. Обычный пользователь интернета, он даже не разберет, как я сказал. На современных реалиях, то есть моя задача была, да, я писал об этом и говорил, и писал, и целая книга, как увидите рай мои об этом. То есть информационные вирусы. Потому что некоторые вещи, которые в радикальных группировках очень хорошо так, там же все, в том числе на религиозной основе все выстраивается, идеология. Они просочились вообще. И люди даже не знают, откуда эти мнения, эти взгляды вообще вышли. Здесь он как раз для арабского мира. Одна из современных научных книг разбирает и старается понять, откуда же вот у этих разных, очень сильно враждующих, друг друга называющих кяфирами, разных арабских, идеологических, религиозных группировок, откуда вот это все. При том, что, по сути дела, Куран призывает не враждовать, быть снисходительными. Но мне по моей сфере деятельности, шариат для меня, считайте, с 94-95 года, кулет у шариатов, факультет шариатов, все эти мнения, разногласия, аргументации, аят и хадисы, это вся моя жизнь. От и до, с аятами и с хадисами. Поэтому иметь такие мозги, это непросто. Десятилетиями все это выстраивать. Я вижу эти проблемы информационные. Но в то же время, мне местами могут и так, ощущение такое, что да, в толпу закидывают то или иное мнение, и толпа просто его съедает и дальше растаскивает. Как будто это и есть ислам. А это всего-то лишь мнение определенного течения, далеко не лучшего, а где-то и даже очень радикального. А народ это хавает и дальше еще распространяет, как будто это ислам. Такие проблемы есть и в английском информационном пространстве, и в арабском, он как раз это разбирает, и в русскоязычном информационном пространстве это есть. Это, конечно, большая работа богословов, имамов, муфтиев с учетом того, чтобы они не заигрывали с этими группировками и с этими мнениями, а говорили, как оно есть. Это сложно, к сожалению, мало кто на это осмеливается, но это важно. Иначе религия превращается в какое-то просто непонятное сборище выдуманных запретов, взаимной ненависти, неприязни и радикализма. И все это равно ислам. Нет, нет. Мусора много, люди напридумывали. Мнение есть, хорошее мнение, разное мнение, не вопрос. Но не надо приравнивать это к Кур'ану и хадисам. Даже если эти мнения обоснованы вроде как аятом или хадисом, но они обоснованы косвенно. Это очень тонкая вещь. Это не аят и хадис, а как тот или иной ученый понял этот момент и косвенно обосновал свое мнение. Задача имамов и муфтиев разделять это. Тогда легче будет дышать в информационном пространстве. И самим мусульманам станет намного легче. Потому что ислам – это легкость. И это просвещенность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok